Приветствую вас, друзья! Это четвертая серия видео подкастов о эволюционном программировании и проекте J-Evo. Сегодня я расскажу вам о программной части, собственно, этого продукта и о том, как это работает под капотом. Первое, наверное, с чего нужно начать, это то, что данный проект, он открытый. Собственно, я использовал MIT лицензию и все исходники есть на гитхабе. Вы можете присоединяться, можете просматривать, можете клонировать, делать свою версию. Собственно, ничего из этого не запрещается. Если мы зайдем на гитхаб и посмотрим, собственно, премьерную структуру, как это все состоит в двух словах, то здесь просто есть много папок и на верхнем уровне у нас есть запускные файлы, которые просто запускают виртуальную машину с нужными параметрами, с нужными файлами, которые идут ей на вход, они компилируются и, собственно, система выполняется. По сути, мы будем работать с несколькими. Вот вы видите, что здесь есть файлы с расширением SH и BAT, то есть их можно запускать как в Linux, так и в Windows. На самом деле, поддерживаемых систем намного больше, потому что Julia, тут язык, на котором все это реализовано, он имплементирован на нескольких операционных системах. Просто я на текущий момент не пробовал еще все, пробовал только Ubuntu и Windows 8. Но, тем не менее, я не думаю, что там будут какие-то проблемы, потому что у меня нет совершенно специфического кода для операционной системы. Ну или я так думаю, что его нет. Окей. Собственно, здесь есть несколько батников. Например, все, что начинается с Run, это запускает что-то. Например, RunServer запускает сервер. RunStat запускает статистику, ну и так далее. Сегодня мы поговорим с вами про сервер. Это, собственно, сердце этой всей системы. Это тот environment, в котором как бы живут организмы, там их внутренний, этот весь мир. Собственно, там такой виртуальный процессор есть, который запускает код всех этих организмов, ну и так далее. То есть, вот это вот запускные файлы. Дальше здесь есть просто несколько папок. Собственно, Source, это где хранятся все исходники. Они разложены по группам, так называемым, по юнитам. Сейчас не будем вдаваться в эти все подробности. Есть некая билд-система, которая еще до конца не записана, есть скриншоты, есть Store, это все данные для статистики, которые я собираю, на основе которых будут строиться графики. Ну, тест, понятно, это тесты. И TMP, это различные тесты, эксперименты над системой. Окей, значит, если говорить про сервер, то это просто классический TCP сервер. Это процесс, в котором, собственно, все крутится, который слушает входящее соединение от самых разнообразных клиентов, например, от визуализатора, от удаленного терминала, от программы для сбора статистики и так далее. То есть, вы можете запустить сервер на одном компьютере, на другом компьютере запустить там программу визуализатора и через интернет получать данные, собственно, визуализировать вот то, что там происходит в их мире, как они там двигаются, друг друга едят и так далее, вы можете это видеть удаленно. Это была основная идея разработки такой системы. Вторая идея, которая еще до конца не имплементирована, это то, что эта система будет распределенной. То есть, все компьютеры, которые будут участвовать в вычислениях, они будут собираться в некий кластер и совокупно их мощность будет использоваться для вычислений. Собственно, это и будут распределенные вычисления. Ну, если не быть голослованными, давайте все-таки что-то запустим. То есть, все, что нам нужно, это запустить один из тех BAT-файлов, о которых я только что рассказывал, на которые мы смотрели в GitHub. То есть, все, что нам нужно сделать, это написать RunServerBat. Собственно, RunServerBat, он просто-напросто запускает виртуальную машину, запускает некоторые исходники и это все на лету компилится. То есть, вот на самом деле вы видите, что происходит. То есть, запускает Shulia, это язык, на котором все это написано. И некий файл app-satellite, а также app-manager. То есть, менеджер, на самом деле, это тот главный объект, который все запускает. Далее вы по логу увидите, что запустилось два сервера на local-хосте на 2000 и 2001 порту. И, собственно, произошел в третьей строке Recovering from backup. То есть, мы восстановились из бэкапа. По дефолту система смотрит, если у нас есть какие-то бэкапы, самый последний файл она берет на самом деле и пытается восстановиться с него. Окей, далее она запускает два сервера. Есть некий быстрый сервер и медленный сервер. Быстро используется для пулинга в реальном времени. Там очень важна скорость, поэтому он написан очень специфично. И медленный сервер используется для терминала. Такие медленные реквесты, там скорость не особо важна. Это когда вы сидите как удаленный администратор и запускаете, например, какие-то команды и смотрите, что вам сервер возвращает.